здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале дионис и сегодня у нас вот такой напиток это квинт что интересно здесь не написано что это коньяк здесь написано что это девин вот такая вот интересное название хотя в принципе это коньячный напиток так ну давайте сделаем так я его сейчас открою налью в бокал а дальше будем изучать бутылку так довольно туго закрыта ну сразу скажу что здесь корковая пробочка наливаем ну вот теперь закрываем и берем лупу потому что иначе вряд ли что я здесь увижу так product of молдова квинт традиции молдавии 9 алкоголь 40 объем 05 внизу такая типа марки с такими краями перфорированные написано десятилетний выдержка не менее 10 лет в дубовых бочках на бутылке такие интересные выпуклые здесь эмблема здесь 1897 я так полагаю что это возраст самого производства здесь квинт ну и давайте почитаем что написано на контр этикетке девин в скобках написано коньяк категории dvv в скобках кс то есть я так понимаю это видимо национальное название коньяка такое возраст 10 лет дальше идет серия традиции молдавии год урожая 2008 состав вода питьевая умягченная коньячные дистилляты выдержаны не менее 10 лет сахарный сироп краситель сахарный колер простой е 150 коньячные дистилляты изготовлены из винограда сортов униблан олиготе рислинг и шардоне место происхождения винограда республика молдова срок годности не ограничен так ну вот собственно так объем 05 ну вот и вся информация которую мы имеем то есть опять же это такое вот скажем так коньяк братского народа немножко вот мы уже пошли по братским народам более расширенно если честно что побудило меня купить этот коньяк я даже смотрю не так часто сейчас может быть раньше это было чаще но смотрю обзоры блогеров на каких-то я подписан естественно и вот в основном эти дивины коньяки квинт их в общем-то все хвалят я признаюсь ни разу никогда в жизни не пробовал то есть я пробовал очень давно старые молдавские коньяки но было такое а вот продукция вот квинт мне попала в руки впервые не знаю что-то вот ходил ходил мимо миллион раз вот решил попробовать купить ну естественно поделюсь с вами тут же и сейчас же своими впечатлениями что же это за такой дивин и коньяк и так бутылку поставим немного конечно он подышал но тем менее подышал так цвет цвет очень темный такой насыщенный чефир на такой янтарный с красненькой маслянистость присутствует достаточно сильная ну собственно собственно органолептика вот такая теперь нос такая как бы насыщенность граничащая со спиритозностью есть есть сладость щекочище обжигающая что то есть наверное прямости какие-то фруктовость есть виноград изюм курага чернослив наверное но такие вот присутствуют ну и давно мною забытое и не не упоминавшаяся какая-то химическая составляющая такая пресловутая лакокрасочность она есть но тем не менее не критично это все вот бочки я не чувствую здесь как-то вот хочу хочу как-то ее выхватить носом не получается ну что ж друзья давайте пробовать ваше здоровье и пьем дивин сидя на диване первый глоточек вы знаете вкус несколько отличен от носа явный такой вот явный чернослив как мне кажется прям вот как будто кушаешь чернослив наверное это неплохо ну вот такая прям явная доминанта наверное на мой взгляд и не очень хорошо может мало подышал напиток давайте пробуем еще раз ваше здоровье сладость присутствует вот все таки сладость фруктовость и нет совсем бочки нет дуба такое вот ощущение что это вот какая-то вот как были особенно раньше сейчас я их что-то вот не пробую рябина там на коньяке еще там чего-то на коньяке вот такие напитки вот они как правило были сладкие ну понятное дело что это какие-то сиропы смешивались с водкой со спиртом и вот такие вот вкусы здесь вот тоже как какая-то вот настойка такая ну правда эти настойки все были по градусам послабее там где-то 20 с небольшим-под 30 здесь конечно градус чувствуется и так обжигает приятно в принципе слизистую но вот как-то вот прям я бы если бы вот за завязанными глазами я бы не сказал наверное что это коньяк сказал бы что это какой-то вот напиток может быть настойка какая-то сладкая ну давайте еще глоточек я даже прям вот и не готов вердикт сделать попробуем может сделать еще глоток а может потом еще благо есть пока что сделать ваше здоровье ну где-то вот сейчас в последнем-последнем таком еле уловимо послевкусии что-то терпкое такое и уловил легкое-легкое такое ну это к тому что вот от бочки что-то какой-то легкий привкус бочки все-таки может быть и есть ну давайте наверное последний глоток и постараюсь сделать вердикт хотя пока чего-то как-то непонятен мне напиток давайте ваше здоровье друзья пробуем сейчас попробую наверное вот это вот таким единым глотком проглотить может быть на вот такой вот большой глоток мне что-то придет в голову умное сказать давайте ваше здоровье ваше здоровье и ваше здоровье мне пригрезилось в общем что сказать довольно неоднозначное у меня мнение впечатление скажу честно читая там отзывы какие-то об этих напитках доводилось мне такую информацию читать что ему надо как бы он раскрывается спустя какое-то время не буду торопиться его пить потому что вот если честно пить вот сейчас вот прям ну какого-то такого вот удовольствия вот я пока не получил поэтому наверное скажем так кавычки открыли но закрывать я их пока не буду пока неоднозначное мое мнение по поводу этого коньяка дивина коньяка пока не сильно он мне может быть действительно его нужно как-то похоронить вот в таком виде какое-то время но с другой стороны что это такое покупаешь допустим напиток идешь в гости там еще еще куда-то его же несешь и сразу употребляешь мы же никогда не делаем так чтоб вот купил напиток открыл его подержал его а потом его несешь или потом употребляешь нет открываешь напиток и пивешь мне кажется это уже какие-то выдуманные вещи когда люди придумывают что ему надо дать подышать там с полмесяца а то и полгодика да и что будем делать потом нет это не дело я считаю что напитку надо дать подышать вином надо дать подышать ну несколько минут через сутки там уже нечему дышать все выдохнется это я имею ввиду допустим вина что касается коньяков я считаю что открыл бутылку и все должно быть сразу понятно нравится не нравится достоин не достоин пока здесь мне не понятно хотя это наверное такой вот почерк еще наверное что-то какие-то там знаете что цветы были ну цветы такие вот не цветы вот декоративные на клумбе а какое-то такое вот луг луговое что-то вот как бывает цветущие луга там травы всякие цветы перемешанные то есть какая-то вот такая цветочно терпкая полынная какая-то составляющая то есть не знаю характеристику такую не могу ему дать до сих пор потому что все что я пробовал последнее время резко отличается от этого напитка и этот напиток пока на мой взгляд на мой вкус не в лучшую сторону отличается от напитка в такой же ценовой категории скажу что он стоит 900 рублей вот этот напиток на сегодняшний день вроде бы цена и небольшая но все-таки как бы за эту цену пробовали напитки которые в общем-то вполне себе такие коньяки ну в общем много уже наверное наговорил может быть не по существу но нет у меня нет у меня конкретного такого не хочется что-то плохое сказать а хорошего вроде бы и нет поэтому и получается вот это лью воду так что извините наверное занял много времени но вот мое такое вот ощущение так что пока вот так спасибо за внимание спасибо что были на канале ставьте лайки если оно того заслуживает делитесь впечатлениями комментариями какие-то может быть предложения высказываете а я вас очень благодарю очень уважаю очень рад что вы бываете на канале смотрите мои ролики ну и всего доброго до свидания здоровья всем добра удачи спасибо 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 спасибо